друзья всех приветствую встречайте это обзор на очень редкий корабль это премиум с мин сша 2 турня хелфорд из уникальных особенностей это единственный в игре эсминец гибрид который несет на себе авиазвину про понравится гайд обязательно подписывайся на youtube и подписывайся на бусте там ролик выйдет раньше и там есть интересный эксклюзивный контент начнем с бронирование она отсутствует это типичный эсминец обшивка 19 миллиметров о хп также все не очень хорошо здесь 20250 и она улетает очень быстро и у хелфрода есть реальные проблемы с выживаемостью поэтому старайтесь беречь боеспособности и не купать в перестрелки с эсминцами которые сильнее чем американец вооружение хелфорда хорошо вам знакомы американские универсальные 127 миллиметровые пушки здесь их 4 их вы могли увидеть например на бэнсоне и так перезарядка 2 идеи плюс бесстрашный хороший поворот и дальность 12 и 3 стоки действий кому раскачать чтобы попадать по линкорам однако баллистика навесная салитет долго реальная эффективная дистанция бы здесь меньше 8 километров на вооружении есть фугасы они тоже устаревшие ведь рецепт поджога здесь маленькая всего лишь 6 процентов можно раскачать до 7 и есть бронебойки орудия на самом уровне ощущается достаточно плохо не хватает веса залпа и перестрелять эсминцы будет вам очень сложно особенно марсо и хургума вы точно не убьете если на бэнсоне на восьмом уровне эти пушки тоже не идеально смотрят 100 на девятке все еще хуже торпеды на хелфорде один торпедный аппарат 5 торпед и характеристики очень даже впечатляющие перезарядка 100 секунд дальность хода 13 километров это больше чем у пулы вчера и можно кидать даже парилась кораблям например по москве и не подставляться урон 17 тысяч шестьсот пятьдесят пять скорость от 6 узлов и заметность 14 торпеды иногда противники ловят все в них отлично для уровня но только один веер а вместо второго веря здесь катапульта с штурмовиками и так это звеной в 8 беркет боеспособность 1660 хп при этом хорошая скорость 216 узлов самолет атакует 4 перезаряжаются они 120 секунд и подвес каждого самолета две ракеты tiny team с уроном 5400 и отличном бронепробитие при хорошей атаке звено нанесет от 5 до 10 тысяч урона и скорее всего повесит пожар отличное средство для разведки для нанесения дополнительного урона что-то похожее вы могли видеть на кирсаже но еще у хелфорда есть интересная фишка можно накопить два звена ждешь 240 секунд и может совершить две атаки подряд либо одно звено оставить для каких-то иных действий пвоу хелфорда снили в 50 достаточно слабая и авики вам будут мешать но играйте кнопку п вырубать его тогда будете мешать авиком совершать на вас атаки с хорошим сведением максимал очка 39,9 узла плюс есть форсаж циркуляция прикладка очень даже хороший с минц ловкий маневренный небольшой а вот маскировка подкачала заметность кораблей 6 целых 1 сеток километр и как для эсминца типа флэчер это много тот же самый флэчер или чунг мунь или например беном хелфорда пересветит снаряжение есть у эсминца форсаж либо заградка на выбор и американские дымы которые долго работают но при этом долго и перезаряжаются сборка у вас на экране здесь рекомендую раскачать дпм все-таки орудие это ваш основе вид вооружения а у кэпа раскачиваем дальность берем бесстрашный и маскировку собрали хелфорда давайте смотреть бой делать выводы карта надежды бой с девятками удалось мне захватить базу и несколько провести удачных атак штурмовиками как видите в отличие от большинства эсминцев хелфорд может наносить постоянно урон из инвиза за счет своей авиации а так как это все-таки самолет с ракетами тайный тим то нанести урон вы сможете но есть одно но самолеты очень очень картонные и атаковать ими нужно преимущественно линкоры одиночки с не самым сильным пулу которые еще идут желательно на вас ну или хотя бы бортом к вам если вы совершите атаку в ордер особенно в крейсер заградкой то вы не сможете даже до него долететь вам все эти четыре самолета собьют при этом в борт они наносят приятный урон это 5000 7 может 10 пожарчики вешают за счет самолетов геймплей на хелфорде лично мне очень даже нравится он динамичный он очень разнообразный у тебя есть и пушки и веер торпед и еще и самолеты 22000 я набил миннесота недавно горела но как я и говорил шанс пожар здесь небольшой и артиллерия достаточно слабая для девятого уровня все таки это всего лишь 8 орудий и скорее всего хелфрода 11 перестреляет практически любой эсминец насколько я помню хелфрода не купить его можно было забрать из ящиков с шансом падания всего лишь один процент и тачка очень редко в рандоме вы можете играть даже наверное месяц и его вообще не найти не встретить в рандоме но эсминец достаточно полезный в боях если умеете играть это разведка и прикрытие например союзника дымами а еще он был неплохим выбором в один из сезонов кб на девятом уровне когда ты мог взять хелфорд и давать разведку не атаковать танки моя конкретно мешать захватить точку мне сейчас светит магами гапом бой будет не самым большим уроном но очень интересный в позиционирование в плане выживания и да на хелфреде вам придется выживать потому что этого и смеются огромные проблемы здесь не самый большой запас беспособности отсуток броня и тут тут хилки поэтому хп здесь надо крайне сильно беречь рекомендую не идти на точки сломя голову старайтесь искать острова играть с юзники постоянно прикидывать куда вы можете отступить не хотите постоянно так бегать в инвизе у вас есть самолеты которые будут вам позволять вносить урон хелфорд получился вообще не имбовым объясняю почему 8 орудий это мало 1 веер торпед это мало и вместо дополнительной башни 5 которые есть например на флетчере или веер торпед вам дали самолеты но они не компенсируют прямой стычки вашу пятую башню и из-за этого хелфорд не наносит кучу урона но этот корабль даже не про урон он про наслаждение уникальным геймплеем если до этого все гибрид это преимущественно линкоры пару крейсеров то хелфорд единственный эсминец гибрид а эсминец сам по себе это бодрый веселый активный геймплей да еще и сюда добавляют самолеты ваш активный геймплей становится еще более бодрым резвым так что хелфорд лично мне очень даже зашел корабль не для новичков ни в коем случае для опытных игроков которые умеют на эсминцах и умеют еще и пользоваться самолетами знают пво помните что при использовании самолетов вы теряете контроль над кораблем и хелфорд становится супер уязвимым поэтому запускать самолеты в сейве если все-таки что-то идет не так то можете быстро нажать кнопку f лучше отправить самолеты собственно вернуть их хотя они на корабль не придут просто в небо и начать контролировать корабль иногда может такое случиться что ты напоришься на рандомную торпеду пока летаешь самолетами либо встреча эсминец нужно быть аккуратным следите за положением жестких треугольник постоянно смотрите на мини карту 38000 захваченная база и бой ровный красных зеленых одинаково снова поднимаю звено f8 of bearcat и атакую юмихари наши цели линкор если вы понимаете на что способны и ракеты tiny team то ими также будет вам комфортно и круто играть мне не очень нравится что это самые сильные ракеты на медвей приноровился ими играть на сайпане на лексингтоне кирсаж тоже с такими же ракетами ну и теперь хэлфорд это пробитие это шанс пожара что еще вам и нужно возможно это не совсем реалистично как здесь может запуститься 4 самолета если разработчики не придумали гибриды то на хэлфорде самолет мог исполнять роль либо корректировщика либо например истребитель что же было бы интересно если подобные корабли есть то хочется увидеть в игре первый эсминец с патрульным истребителем это будет интересно также для разведки самолеты можно комбинировать с дымами сидишь дымах противник допустим отсветился запустил звено и увидел где он находится во время анимации атаки можно даже быстро переключиться на корабль и сделать пару выстрелов с пушек хп у меня осталось очень мало это всего лишь 5600 и до его нужно беречь нужно контролировать эсминец заслуженно от меня получает ранг б это не самая сильная машина тот же кит будем откровенны на 8 уровне будет сильнее больше делать урона но геймплей здесь крайне затягивает пишите комментарии что думаете про хэлфорд и какие еще хотите обзоры напоминаю что обзоры выходят раньше на бусте неплохая атака в шербург это снова пожар это снова 5000 самолеты дают вам преимущество какое противник за островом ни с чего ты не несешь никакой урону разве что стром подаст его авиа ударами но только не на хэлфорд поднимаешь самолеты где бы ни был противников можно всегда достать а еще из интересного можно прилететь в авианосец и что авианосец в основном например в километрах 20 и больше никого не осталось вы хотите нанести урона на другом фланге ни для какого эсминца доставить на 20 километров невозможно а может и возможно да там новые такие американские эсминчики являются которые до лупит на 20 км но в общем не суть авик далеко остается только смотреть как его твоя команда разносит но хэлфорд поднимает самолетики и кстати в авик вы точно суть огромный ром потому что это не поворот левая коробка которая скорее всего стоит афк заходишь в борт и всеми восьми ракетами а дамажишь на тысяч уже 12 короче это прикольно достать авик с хэлфорда можно и нужно как играть на хэлфорде старайтесь очень с его действовать команде искать одиночные линкоры запускать самолеты не подставляться не ловить лайки торпеды в сэйве быть где-то пушки используется спамить торпеды да верность крутой все-таки 13 километров и если у вас все получается попадаешь с пушек смотрел с торпед тот соточку вполне набиваешь а еще кстати у хэлфорда какие-то лютые глубинные бомбы которые оценили аж 75 здесь 16 бочек с уроном по 5000 так что если встретить подлодку ее быстро разорвете захожу на точку b и он надо забирать не стал поднимать самолеты именно сейчас хочу контролировать корабль но в открытой воде вполне можно я даже на редко я для этого использую автопилот просто отправляю корабль именно вперед и совершаю атаку самолетами и что интересно в хэлфорде это ты можешь носить урон из инвиза тебе не надо стрелять с пушек что-то там выдумывать просто поднял самолеты и сам корабль полностью в сэйве шербурга сейчас еще атака и это уже будет тридцать первая ракета до в бою 67000 перной победа югума мне в принципе на базу сейчас все равно я понимаю что мы точно выиграли хочу делать фраг и добить японские и югума который кстати тоже здесь тащил и нет очень тяжелые торпеды которых катастрофически сложно будет вернуться но я смогу это сделать и еще отмечу плюс хэлфорда второй раз то что он достаточно маневренный если ты сменится бояться в продаже то патиль нет решайте конечно сами но я советовать не буду потому что корабль кипер тяжелый ну и это все таки база флэйчера флэйчер сейчас не мета но если вы хотите такой крутой геймплей и вам нравится гибрид у вас получается на керсаже на комиссаре то рассмотрите и сменчик я думаю что то еще будет появляться на десятом уровне из эсминцев гибридов но позже 80 2000 и атака в победу или часть на бронебойки обшивка у неё палубы 37 миллиметров естественно ракеты все пробивает 8000 и сейчас мы будем соточку и так результаты впечатляющие это и база и попадание с пушек и торпеды и сбитые самолеты и конечно ракеты бой интересный показательные увидели плюсы минусы эсминца минусы это его живучесть это мало количество орудия это один верно плюсы это авиация которые позволяют тактически исполнять не досягаемы для тех сменцев вещи бро понравился гайд ты знаешь что делать с вами был джонни крутых вам каток всем успехов и пока